Всем привет! С вами Регина Кутинская. Друзья, мы продолжаем наш цикл видео из серии «Здоровье полезно знать». В пищевой промышленности имеется огромное количество вещей, которые крайне негативно влияют на здоровье человека. И чем дальше развивается промышленность химическая, тем больше появляется на прилавках продуктовых магазинах того, чего там в принципе быть не должно. В наших роликах мы регулярно делаем исторические отсылки, чтобы у вас была возможность сравнить то, что было и что стало. В таком сравнении очень легко увидеть тенденцию того, куда движется современный мир. И не только видеть, но и понимать, почему что-то происходит. Сегодня хочется сделать небольшую отсылку к СССР. Можно долго рассуждать о плюсах и минусах Советского Союза, но есть один момент, с которым вряд ли кто будет спорить. В СССР были одни из самых жёстких ГОСТов в мире во всём, что касалось питания. Старшее поколение наверняка помнит молоко и кефир в стеклянных бутылках, мороженое в бумажных стаканчиках и прочую натуральную продуктовую тару. В то время никому и на ум не приходило, что пищу можно хранить в пластике. Была ли у СССР возможность выпускать пластиковую пищевую тару? Вне всяких сомнений, промышленность СССР была одной из самых крупных в мире. Однако пищевые ГОСТы не позволяли фасовать пищевую продукцию в пластик. Но СССР рухнул и на первое место вышел бизнес. В угоду прибыли были изменены ГОСТы и то, что раньше казалось полным нонсенсом, в наше время стало ненормальной нормой. Здоровье граждан задвинулось на задний план в угоду прибылям. В плане пластика сейчас вообще творится какая-то дичь. В первом видео о пластике мы рассказали вам о вреде, который он наносит нашему здоровью. Ссылка на ролик в подсказках, обязательно его посмотрите. Если после развала СССР в 90-е и даже в начале 2000-х годов в пищевой промышленности использовался пластик, приносящий наименьший вред здоровью, то сейчас на прилавках продуктовых магазинах появляется то, что чисто в принципе не должно контактировать с пищей. В сегодняшнем видео мы подробно разберемся в маркировке пластика. По каждому виду пластика я дам короткую справку о том, какие химические вещества он выделяет при контакте с той или иной пищей. Это видео будет прекрасным дополнением первого ролика о пластике, о котором я сказала выше. В заключение этого обстоятельного вступления хочу отметить, что пластик все больше входит в нашу жизнь. Наука развивается, промышленность развивается. Это нормально. Я ни в коем случае не против прогресса. Сейчас существуют виды пластика, которые в пищепроме использовать действительно можно, но проблема в том, что бизнесу проще двигаться по накатанной дорожке. Ведь внедрение новых технологий требует денег, и в странах, где ГОСТы находятся ниже плинтуса, бизнес не видит смысла проводить дорогостоящее производственное обновление. И так ведь купят. И в нашей стране, к сожалению, действуют эти ниже-плинтусовые ГОСТы. Тогда как в Европе очень многие виды пластика давно уже запрещены для применения в пищевой промышленности. Суть данного видео заключается в том, чтобы дать вам информацию о маркировке пластика, чтобы, придя в магазин, вы точно понимали, что покупать можно, а что нельзя в плане тары и упаковки. Кстати, в конце видео мы коснемся вида пластика, которым действительно можно пользоваться без вреда для здоровья. Поэтому смотрите ролик до конца. Друзья, поставьте лайк, чтобы это видео посмотрело как можно большее количество людей. Тема действительно очень важная. На сегодняшний день различные виды пластика являются одними из самых распространённых материалов, которыми люди пользуются в быту и на производстве. Маркировка пластиков, ЛДПЕ, ПВХ, HDPE, ПП и другие многим знакома, но не все точно знают, о чём она говорит. Сегодня мы рассмотрим основные варианты обозначений, которые можно увидеть на изделиях из этого материала. В целом пластик или пластмасса является продуктом синтетического происхождения. Их получают химическим путём из органического сырья. Например, из природного газа и тяжёлых фракций нефти. В современном мире пластиковые вещи сопровождают нас повсюду. Дома, на работе и, увы, даже на природе. Помните свой последний выезд в лес или на пляж? Вы ведь наверняка видели там горы пластиковых бутылок или множество разбросанных полиэтиленовых пакетов. Да, зрелище неприятное, но оно, к сожалению, знакомо практически каждому. Использование пластика присутствует в жизни большей части населения всей нашей планеты. Исключения составляют лишь территории, расположенные далеко от городской цивилизации. Ряд племён в Африке и поселения на различных островах. При этом остальные люди уже с раннего детства соприкасаются с изделиями из этого материала. Игрушки, школьные принадлежности, пищевые контейнеры и прочее. Чем взрослее человек становится, тем больше в его жизни появляется пластиковых вещей. Очень мало людей задумываются, можно ли пользоваться этими изделиями в своей повседневной жизнедеятельности. Порой просто сложно определить среди всего многообразия видов пластика безопасные варианты, которые, к примеру, можно применять для хранения пищевых продуктов. Для того, чтобы разобраться в поставленном вопросе, рассмотрим маркировки этого материала. Также выясним, каким бывает пластик и что из него производят. Маркировка пластика и расшифровка обозначений. Чаще всего маркировка на пластике интересует нас, когда дело касается предметов, связанных с пищевыми продуктами. Например, контейнеры для обедов, одноразовая посуда. Производители таких изделий обязаны проходить соответствующую экспертизу. Они подтверждают, что состав их продукции пригоден для контакта с пищей. После этого производители получают сертификат на свои изделия. И обязательно должны проставлять маркировку с указанием вида используемого пластика и значка, который говорит о возможности вторичной переработки. Данные элементы обычно проставляют на дне изделия с наружной стороны. Маркировка бокал-вилка. Этот значок свидетельствует о том, что пластик предназначен для контакта с пищей. Если же эта маркировка отсутствует или перечеркнута, то такое изделие ни в коем случае не должно соприкасаться с продуктами питания. Маркировка – треугольник из стрелок. Этот значок проставляется на изделиях, предназначенных для вторичной переработки. Такой знак символизирует замкнутый процесс – создать, применить, утилизировать. Внутри треугольника проставляются цифры. Если от 1 до 19, то предмет изготовлен из пластика. Начиная с 20, обозначение относится к другим материалам. Под треугольником или внутри него можно увидеть аббревиатуры из букв. Они указывают на вид используемого пластика. Виды пластика по маркировке. Теперь давайте разберёмся в расшифровке маркировки видов пластиков. ПЭТФ или ПЭТ. Ему соответствует цифра 1. Данной маркировкой обозначается пластик, из которого изготавливают бутылки, одноразовые стаканчики, тарелки, другую посуду, прочие ёмкости и упаковку. Например, для соусов, косметики, специй. Также можно встретить контейнеры для сыпучих продуктов – пищевых и непищевых. ПЭТ – это самая популярная пластмасса в мире. Это связано с тем, что она достаточно лёгкая, но в меру прочная и жёсткая. Минеральные соли, масла, разбавленные кислоты не могут навредить изделиям из этого вида пластика. Чем опасен пластик ПЭТ? Продукцию из него нельзя использовать дважды. Такой вид пластика при повторном использовании начинает активно выделять токсичные вещества. Например, фталат. Он способен накапливаться в организме человека и распространяться по всем тканям и органам. Наносит вред работе гормональной системы, лёгких и печени. Кроме того, фталат проникает через плаценту, поэтому при беременности он может навредить будущему ребёнку. Если ПЭТ при вторичном применении контактирует с пищей или водой, то все ядовитые вещества попадают и в них, а соответственно и в организм человека, употребившего данную еду или жидкость. Переработка ПЭТ. После первого применения изделие из ПЭТ необходимо отправлять на вторичную переработку. Её осуществляют повсеместно при условии раздельного сбора мусора. Следует учесть, что невозможна переработка пластиковых бутылок из-под растительного масла, так как оно глубоко пропитывает материал, который становится уже непригодным для того, чтобы изготовить из него вторичное сырьё. 2. HDPE. ПНД или ПЭНД. Полиэтилен высокой плотности, низкого давления. Ему присваивается цифра 2. Из этой пластмассы изготавливают ёмкости для разных жидкостей, одноразовые пакеты, различную посуду для пищевых продуктов. Игрушки, контейнеры для косметики и бытовой химии, канистры, ведра. Также используют в производстве средств гигиены. Что выделяет пластик HDPE? Он считается относительно безопасным для здоровья человека. При этом часто можно слышать, что изделия из HDPE пригодны для многократного использования. Но его вред не столь очевиден. Данный вид пластика при температурах свыше 120-130 градусов по Цельсию выделяют формальдегид – бесцветный газ, который способен вызывать сбои в работе нервной и дыхательной систем. Также может пострадать слизистая оболочка и кожный покров. Переработка HDPE возможна везде, где происходит раздельный сбор мусора. 3. ПВХ. Поливинилхлорид. Внутри треугольника цифра 3. Из этого вида пластмасс изготавливают пищевую плёнку, иногда также бутылки, пакеты, игрушки, так как материал достаточно гибкий для этих целей. 4. Часто применяют для изготовления товаров, не связанных с продуктами питания. Например, трубы, садовые принадлежности, напольные покрытия, пластиковые рамы для окон, сантехнические детали и многое другое. Чем опасен пластик ПВХ? Хоть из него и производят изделия, контактирующие с пищей, но применять этот пластик для хранения продуктов нельзя. ПВЦ содержит бисфенол-А, винилхлорид, фталаты, иногда ртуть, кадмий и прочие вещества. Жечь изделия из поливинилхлорида также крайне опасно для здоровья. Они будут выделять сильно токсичный диоксин. Это вещество способно навредить иммунитету и репродуктивным способностям организма человека. Также диоксин вызывает нарушения работы гормональной системы и способствует появлению раковых заболеваний. Переработка ПВХ. Вопрос по утилизации этого вида пластика стоит особенно остро. В Российской Федерации ПВХ не подвергается вторичной переработке. Четвертое. ЛДПЕ. ПВД или ПЭВД. Это полиэтилен низкой плотности, высокого давления. Этому виду пластика соответствует цифра 4. Данный материал гибкий, достаточно лёгкий, но прочный. Из него делают пакеты, бутылки, различные контейнеры и ёмкости, детские игрушки, детали и товары для спортивного, туристического снаряжения и прочее. Также ЛДПЕ допускается для упаковки лекарственных препаратов. Что выделяет пластик ЛДПЕ? Этот материал является самым безвредным среди всей линейки пластмасс. Единственная опасность кроется в том, что он способен выделять формальдегид при нагревании свыше 120-130 градусов по Цельсию и при разложении. Переработка ЛДПЕ. Для изготовления вторичного сырья данный материал принимают далеко не везде. Уточнить эту информацию может оператор по вывозу раздельно собранных отходов. Пятое. ПП. Полипропилен. Обозначается цифрой 5. Изделия из этого материала часто встречаются в быту современного человека. Посуда для пищевых продуктов, тарелки, ложки, вилки, стаканчики, баночки и упаковка для сметаны, йогуртов, творожков, детского питания, шоколада и хлеба, средства гигиены, подгузники. Из него также изготавливают контейнеры для горячей еды. ППЕ часто используют в автомобильной промышленности и при изготовлении изделий для применения в медицинской сфере и фармацевтике. Полипропилен внешне обычно полупрозрачный либо белый. Чем опасен пластик ПП? Он является термоустойчивым, но при нагревании свыше 100 градусов по Цельсию выделяет формальдегид. Нельзя использовать полипропилен для бутылок под алкоголь и газированные напитки. Они также провоцируют выделение формальдегида или фенола. Переработка полипропилена. Данный вид пластика принимается на вторичную переработку не повсеместно. Шестое. ПС. Полистирол. Ему соответствует цифра 6 в треугольнике. Данный вид пластика чаще всего используют для изготовления одноразовой посуды, а также спененных подложек для мяса, яиц, овощей и фруктов. Он дешёвый в производстве, очень лёгкий и в меру прочный. Полистирол часто используют в строительной отрасли и для изготовления канцелярских принадлежностей. Что выделяет пластик ПС? Несмотря на широкое производство, полистирол не подходит для продуктов питания. ПС-пластик выделяет токсичный стирол при нагревании, повторном использовании, контакте с некоторыми пищевыми элементами. Токсичный стирол вызывает нарушения в работе печени, почек, нервной и кровеносной систем. Переработка полистирола. Возможность использования для изготовления вторичного сырья следует уточнять у операторов по вывозу раздельно собранных отходов. Для переработки полистирол принимают не везде. Седьмое. Other. Прочие виды пластика. Их помечают цифрой 7. В эту группу включены те виды пластиков, которым не присвоен собственный буквенный код. Например, поликарбонат или полиамид. Из материалов этой группы изготавливают много разной продукции, применяемой для контакта с пищевыми продуктами и для других целей. Чем опасен этот вид пластика? В зависимости от конкретного материала может происходить выделение различных токсичных веществ. Бисфенол-А, лаурен-9-бисфенол и прочие. Негативно влияющие на работу мозга, эндокринной, репродуктивной систем. Особенно при регулярном мытье изделий и их нагревании. По каждому виду точную информацию нужно смотреть отдельно. На вторичную переработку практически не принимают. Поэтому лучше избегать продукции из этого вида пластмасс. Сегодня мы рассмотрели основные и самые распространенные маркировки пластиковых изделий. И мы предоставили вам информацию, которая поможет сохранить ваше здоровье. Друзья, к пластику надо относиться крайне внимательно. Старайтесь всячески избегать контакта с нагретыми пластиковыми изделиями. Не храните в них горячую пищу и жидкости. Ведь большинство из них при нагревании и в сочетании с определенными пищевыми элементами начинают выделять очень вредные для здоровья вещества. Ну и, как я сказала в начале видео, называю самый безопасный вид пластика, который доступен хоть и не повсеместно, но все же доступен. Это тритан. В европейских странах, ввиду запрета на многие другие виды пластика, он стал все чаще использоваться в пищевой промышленности. Из него начинают делать пищевую тару, емкости для воды, напитков, пищевые боксы, посуду и прочее. Компоненты кухонной техники и многое другое. О свойствах тритана мы обязательно поговорим в следующих видео. Мы сами уже несколько лет используем тритановую посуду, там, где без пластика обойтись действительно сложно. Об этом мы также вам обязательно расскажем. Друзья, ролик получился длинным. Мы постарались максимально раскрыть для вас эту важную тему. Вложили в видео много времени и сил. Если информация была для вас полезна, поблагодарите нас лайком. И нам будет приятно, и ютубу от вас придет большой волшебный сигнал, что мы тут благое дело делаем. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди вас ждет еще очень много интересной и полезной информации о здоровье. До встречи! Скоро увидимся!